Приветствую вас на моем канале, меня зовут Катя, я керамист, блогер и художник. Сегодня мы с вами продолжаем блог по лепке единой коллекции посуды. В предыдущем видео я вам показывала, как лепится кувшин, а в этом ролике я расскажу, как слепить тарелку глубокую и сервировочную доску. Следующий ролик будет посвящен бизнес-разбору, чтобы в нем участвовать, напишите мне в мой личный телеграм, ссылку я оставила в описании к видео и в комментариях. Ознакомиться с предыдущими бизнес-разборами можно в этом видео. После того, как вы мне напишите в сообщение в телеграме, я вышлю в манкету, вам нужно будет ответить лишь на вопросы, написать о своих пожеланиях. И в следующем ролике я разберу ваш профиль и отвечу на все интересующие вас вопросы. Спасибо всем за внимание и переходим к лепке изделий. Для начала берем глину и приминаем ее в круглый блинчик. Берем скалку и рейки, раскатываем. Раскатываем по рейкам, иначе получится так, что пласт будет разной толщины. Отбиваем пласт, чтобы он окончательно выровнялся, из него вышел воздух. Это делать не обязательно, иногда достаточно просто раскатать. Затем я беру деревянную форму, ставлю на турнетку и сверху равномерно накладываю глину. Не обязательно использовать деревянную форму, вы можете взять любую тарелку или пластиковую форму. Единственное, сверху накройте тряпочкой, чтобы глина не прилипла к вашей форме. К деревянной форме глина не липнет, поэтому можно ничего дополнительного не прокладывать. Лишние большие куски сразу отрезаю скальпелем. Теперь приглаживаю губкой глину к форме, чтобы она приняла силуэты деревянной основы. После пальцами немного оттягиваем глину, тем самым создавая интересные загибы. Нам нужно сделать донышко, поэтому раскатываем очень длинный жгут. Стараемся раскатывать так, чтобы жгут был ровным на протяжении всей длины. Для раскатки выгибаем ладошку, смыкаем пальцы и стараемся особо сильно не давить. Теперь делаем насечки на тарелке. Делаем насечки на жгуте. Смазываем тарелку обильно шликером и прикладываем жгут. Далее примазываем его к тарелке снаружи. Аналогично примазываем и внутри. Замываем донышко. Для этого создаем эффект гончарного круга. Раскручиваем турнетку и по центру фиксируем руку. В этом случае дно получится идеально ровным. После при помощи уровня подрезаем дно, чтобы оно было одинаковой высоты. Отлично! Осталось только подсушить изделие, чтобы при переворачивании оно не потеряло форму. Переворачиваем работу и мягко достаем деревянную основу. Вот такая тарелочка получилась. Красиво подрезаем краешки. В конце замываем изделие. Переходим к лепке сервировочной доски. База та же самая, что и у тарелки. Также придавливаем комочек и раскатываем глину. Далее подготавливаем шаблон для сервировочной доски. Я нарисовала нужный мне силуэт на бумаге. Теперь вырезаю. Прикладываем бумагу на пласт и вырезаем по рейкам. Теперь прикладываем маленький шаблон окончания доски и также вырезаем скальпелем. Внутри с помощью формочки создаю силуэт цветочка. Главное, чтобы у отверстия не было острых углов. Иначе может пойти трещина. Далее приглаживаю губкой и выравниваю всю поверхность досочки. Оставим на изделии красивый узор от скалки. Доска готова. Отправляем ее на сушку. Изделия высохли. Настало время их замыть. Начнем с тарелки. Сейчас работа достаточно хрупкая. Поэтому за край ее брать не стоит. Легко отколется. Шлифую тарелку шкуркой по внутренней части и краю. Также шлифуем с наружной стороны, чтобы убрать все неровности. Донышко выравнивается очень легко. Достаточно тарелку подвигать по шкурке. После всех шлифовочных процедур замываем тарелочку влажной губкой. Старайтесь сильно не мочить, поскольку может пойти трещина. С сервировочной доской делаем то же самое. У меня она получилась достаточно тонкой, поэтому обращаться не нужно еще аккуратнее. Для начала шкуркой также шлифую всю поверхность. Затем замываю. Теперь изделия отправляются в утильный обжиг. Вскоре вас ждет роспись этих изделий, поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и пишите приятные комментарии, если ролик вам понравился. Всем пока!